Спортивная инфраструктура Щелковского района скоро пополнится еще одним объектом. В поселке Варежки городского поселения Загорянский практически готов к открытию спорткомплекс с фитнес-залом и бассейном. Этот объект построен полностью за счет частных инвестиций, без участия государственных или муниципальных денег. А вот рассчитан спорткомплекс Варежки не только на жителей одноименного коттеджного поселка. Здесь будут рады видеть всех желающих. Комплекс находится рядом с деревней Оболдина, прямо у дороги. Сюда удобно подъехать отовсюду. Этот объект для жителей как нашего района, Щелковского района, так и для жителей Королева и всех близлежащих, так сказать, Загорянки и, естественно, всех поселений. Зал для занятий фитнесом откроют в марте, а бассейн заработает уже с 15 января. Говорят, что большую часть абонементов на первые дни уже раскупили. Это и неудивительно. Стоимость разового посещения всего 100 рублей. Все готово. Сейчас оформляются до конца все бумаги. Очень большой комплекс бумаг, потому что здесь связаны пожарники, пожарные безопасности. Естественно, деятельность будет присутствовать, очень важные вопросы безопасности. И много других качеств воды, обработка воды. Стоит немецкая фирма Оспа. Она поставила оборудование нам сюда, непосредственно поддержание бассейна. Автоматическое поддержание температуры воды, температуры воздуха. Здесь человек мало что занимается. Все автоматизировано. Готовность спорткомплекса на Загорянке проинспектировал глава Щелковского района Алексей Валов. Отметил прежде всего правильный и социально ориентированный подход застройщика к своему бизнесу. Он настроен не только на получение прибыли, но и на создание комфорта для жителей. К жилым домам сдается инфраструктура. И это касается не только спортивного комплекса. В Варежках работает своя управляющая компания. Построен собственный водозаборный узел с системой очистки воды. Вода подается из скважины глубиной 120 метров. Есть разные строители. И это категория строителей, которая действительно уважает людей и строит для людей все. Есть социальный сегмент, который поддерживается. Социальную сферу в Загорянке надо развивать, говорит Алексей Валов. И некоторые объекты уже запланированы. Здесь, конечно же, нам придется построить со временем детский садик, потому что я уверен, что будет расти население. Но сам смысл проживания здесь будет, мне кажется, для людей очень комфортно. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.